Мне тут Игорь звонил, Савожелезов, говорит, что вы с ним разговаривали и это... Короче, вопрос простой. Вы пишите разговоры с ним или нет? Если пишите, то высылайте мне, я буду видео встраивать. Если не пишите, то в следующий раз обязательно пишите, все пишите. В общем, обязательно все пишите, все разговоры и мне присылайте. Вот теперь говори. Ну, где-то на 15 минут опоздала Люба. Телефон, зарядка у меня принесла, очки. Они сказали, никуда не пойдем, ничего брать не будем. Послали подальше. Короче, ей пришлось с полными сумками идти назад. Вот такая ощущение. Тебе очки передали? Рассчитываю. Ничего не передали. Я тебе говорю, что они отказались брать. Я говорю, спуститесь, хотя бы сумку возьмите. Ничего не будем брать. А она тебе доверенность... И время закончилось. А она тебе доверенность пришла? Доверенность, да. Да, да. Доверенность она приносила, но... Похоже, две минуты закончилось. И зачинем эти ладо. Алло, что за время закончилось? Ну, да. Ну, я не знаю, Антон. Где там, может, кто-то нам мешает говорить. Спрашиваю, что мне тебе рассказать еще. Получается, у тебя ни очков, ни ручки, ни бумажки нету, да? Нет, ручку, бумажку есть. Я тебе объясняю. Жалобу я написал. Врач отказался ее брать. Я передал ее через Светлану Михайловну. Ко мне сегодня четыре соратника приходило. Дали поговорить через решетку. Ну, свидания запрещены. Поэтому Люба мне принесла очки, зарядку, продукты. Они ничего не взяли. Сказали, ничего брать не будем. Время кончилось. Все. Кто такая Светлана Михайловна? Верег. Ну, соратница наша по... Будем говорить, по нашей теме. Ты апелляцию... Подожди, подожди. Ты апелляцию подписал, отдал. Ты проинструктировал, чтобы они через почту заказным письмом отправили? Ну, я сказал, либо попытайтесь пойти в суд прямо, отправьте. Либо через почту заказным письмом. Ну, сообразя. Пояснил, что... Конечно. Ты пояснил, что завтра? Пояснил, что завтра. Завтра, последний день, пояснил. Ну, Антон, ты же понимаешь, что до завтрашнего дня я и сидеть не должен. Решение в силу не вступило. Да понятно, что не вступило. Но у меня так же было. Ну, я понимаю, что у тебя та же самая система была. Дело в том, что... Ну, я тебе вчера рассказал. Борячки мои начали, так сказать, вести себя не очень хорошо. Сахар прыгнул, а нечем. То есть, ну, кормят такими продуктами, от которых, ну, дальше принимать, ну, можно кого-нибудь бросить. Вот и все. Кормят вроде бы неплохо, так, относительно. Но что там? Ну, понапехано. Никто же ничего не знает. Но я такую пищу дома не ем, понимаешь? Вот такая ситуация. А тебе что, лекарства не дают? Там инсулин, вот это все? Ну, инсулин я не употребляю, в принципе, потому что я держусь только на диете и спорте. Диезы здесь нету, спорта здесь тоже нету. Сахар понижает спорт очень сильно. То есть, 10 километров я каждый день на стадион хожу. Здесь этого нету. Продуктами я питаюсь дома тоже. Своими там фруктами, овощами. Ну, каши я знаю, какие есть. То есть, я знаю, чем можно мне есть, понимаешь? Ну, здесь этого нет ничего. Естественно, никаких колес я тут не пью, ничем меня не колют. Ну, опасное это дело. Сегодня беседовали с психологом, наверное, часа два одно. Что-то они хотят выяснить от меня. Я говорю, ну, у меня вообще-то всю жизнь права, с головой все нормально. Начинаешь с ними тему СССР говорить. Лучше ее вообще не трогать, потому что они настолько, так сказать, недоразвиты в этой теме, что, ну, действительно, себя покажут просто дебилом. Вот это все. Жалобу я передал. Я тебе, повторяю, еще раз я ее передал через Светлана Михайловна. Я думаю, найдут способ оставить. Либо почту, либо еще как-нибудь. А ты апелляционную жалобу получил, которую я тебе отправил? Получил, но не прочитал. Времени нет, Антон. Я не успеваю. Скинуть ее негде. Потому что вот я в шесть вечера телефон получил, я еще от уха его не отрывал. Соплошные звонки. Сообщения и так далее. Подожди, по идее... Да подожди, Игорь! По идее... Кто жду? Да е-мое! По идее, любовь должна была тебе принести и доверенность, и апелляцию. Ну, видишь, они ее специально не пустили. Ну, я же тебе просто и говорю, что после посещения... Во-первых, я же тебе повторяю еще раз. Свидания запретили со всем. Если вчера Люба пришла, я вышел, поговорил с ней. Сейчас вообще никуда и никуда. Ни о чем. Видя, с Коидом я не знаю, с чем. Ну, у них бедная голова вообще. Ты и фамилию, и имя отчества выяснил, врача и главврача? Я тебе скидывал и фамилию, и имя отчества, и врача, и главврача. Куда? Вот так? Почитай сообщения. Да. Добро прочитаю. Я называл там сообщения, устным сообщением, я тебе скинул. И как врача зовут, и как главврача. Речь еще, зовут Бойко, главврача не помню, там словная фамилия. Ты дневник... Послушаю сообщения. Ясно. Ты дневник ведешь? Веду, веду, веду. Подожди, подожди. Подожди, вопросы. Один раз скажи, веду, и все. Зачем ты мне здесь раз говоришь, веду, веду, веду? Один раз достаточно. Туалетная бумага есть в туалете? Туалетная бумага, рулоны выдают на руки, на тумбочку каждому. Ясно. Ну, хоть это и есть, а то у нас не было. Так. А как Светлана Михайловна к тебе про нее-то прошла? Ну, я тебе и говорю, что санитары их запустили, дали нам побеседовать на лестничной площадке через решетку. Ну, после этого посещения, я не знаю, в чем дело, они обозлились, Люба принесла зарядку с лестничками, а они сказали, пошли нафиг. Времени нет, ничего брать не будем. Я говорю, спуститесь хотя бы сумку возьмите. Не будем ничего брать. Она подошла как в туалет. Ну, была веревка, я поднял, а веревки нет. Так, смотри, в дневник записывай это и сообщай ему, вы же будешь не диктовать фамилии, имя, отчество, должность каждого, кто совершил любые правонарушения в твой адрес. Хорошо, я понял тебя. У каждого санитара должен быть бейджик на груди. Нет у них ничего. Фиксируй, узнавай имя хотя бы, фамилию. Имя, имя, фамилии я записываю, медсестеры, санитары. На отдельном листочке всех записываю, но бейджиков у них никаких. При первом же свидании передай на волю свои дневники, чтобы постепенно передавай эти дневники на волю, чтобы мы знали, что там творится. Ну, я понял. Ну, у меня есть такое, как тебе сказать, надежда, я сегодня беседовал с врачом, с психологом, есть надежда, что меня выпустят через неделю, может быть. С каким диагнозом? Может быть, понял. Они могут комиссию провести, поставить диагноз ужасный и, короче, все, потом это, не отмажешься. Алло, алло, алло. Я вообще, мужики, предсказка... Стой, 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 Игорь, последние 30 секунд не слышал. Что сказать тебе, что стоять? Я говорю, последние 30 секунд я не слышал. Последнее, что я тебе сказал, это было, что передавай на волю свои дневники. После этого я ничего не слышал. Я это все нормально передаю. Записываю фамилии, имена, адреса. Бенджиков никаких у сестер нету. Книг, жалоб, предложений нету. Закона о помощи тоже нету. Ничего нету. Сказали, сестры, обращайся к врачу. К врачу обрастился тут. Ну, мягко говоря, надо. В общем, либо снаружи мне помогут выйти, либо снутри. Но тяжело тут внутри, потому что, сам понимаешь, внутри это настраивать всех против себя. И так вот из-за смены сегодняшние зубы на меня крышут. Ну, я тебе рассказывал, ушел по второму кругу опять. Подожди, подожди, вопросы. Ты какие-нибудь бумаги подписывал? Нет. Вообще ни одной? Вообще ни одной. Подписал, ну, я же рассказывал, подписал повестку «Черл Бай». Ну, по барабану. Они вообще не соображают, что это такое. Лишь бы была моя закорючка. Крестик там, неважно что. Я буду проверять. Что вечером все помыть. Вы не рады, я буду проверять. В общем, вот такая хрень. Спрашивай, что еще рассказать. Как самочувствие? Ну, живой так, будем говорить. Я не могу сказать, что очень. Потому что, ну, мне не хватает, ну, моих занятий. У меня дома штанга, гантели, гири, тренажеры, спортзал. Здесь этого ничего нету. Без этого крайне сложно. Потому что у меня есть суставы. Помимо диабета у меня, ну, плохое кровоосторжение суставов. Болят потом. Болятка на ноги. В общем, ну, Антон, пока жив. У тебя диабет какой степени? Второй стадии. Степени там нету, там вторая стадия. То есть, по идее, тебе уже надо инсулин, да, принимать? Нет, инсулин принимается при первой стадии. Вторая стадия инсулин не принимается. Это инсулино-независимый диабет. Слушай, а нормальный уровень сахара какой? 2,3? Нормальный уровень сахара 3,5-6. Ну, в моем возрасте. А у тебя до 15, да? Да, вчера скакнул чуть не до 15. Я тут на сутки есть отказался. Так это вообще пипец. Они с ума чуть не сошли. Посходили все. Ну, голодовка – это крайний случай в твоем положении. Это совсем крайний. Это не крайний случай. Это случай привода в норму сахара. Я знаю, что я делаю. Я делаю это публично. То есть, я в легкую могу 15 суток проголодать. Я этого не делал. Что-то тут вообще пипец был. Привяжут, заколен. Пока меня никто не трогает. Ничего меня не корнет. Ну, там посмотрим дальше. В общем, у меня надежда на вас. Ну, сам не плашай. Смотри. Сам не плашай. Пиши каждый день эти воли изъявления на имя главврача. Требуй предоставить то-то, 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 то-то. Там звонки, разрешить свидание. Книгу жалобы и предложений. Закон о психиатрии. Все-все-все. Пиши, пиши прям каждый день на его имя. И требуй ответы. Составляй акты. Проси других пациентов расписываться в акте. Что это? Санитары отказались принимать. Акт составлен. Тогда-то место такое-то. Антон, ну, 80% тут больны головой. Действительно, понимаешь? Найди самого, это бы самых двух более-менее адекватных. Ну, тут один пассажир недавно поступил по подобной статье, как у меня. Не озвучивай, Игорь. Подробности не озвучивай. Мне придется это все вырезать. Ты рискуешь о разглашении медицинской тайны. Об этом тебе нужно было сказать заранее. Заранее. Тебе надо было соображать об этом заранее. Я тебе говорил уже, намекал на то, что нельзя материться. Они все разговоры слушают и записывают. Я это знаю, я не матерюсь. Ты дважды в прошлом разговоре. Очень редко. Очень редко. Ничего страшного. Мат – это русское слово. Понятно. Ну, давай, спрашивай. Что тебе еще рассказать? Беседовал я с Светланой Родичей, с Орловым беседовал. Ну, как мне сказали, им хитарян тоже отловили. Так это не так, я не знаю. Да, злой ангел тоже отловили. Ну, народ так говорит. Я сам не знаю еще. Информации не поступают. Ну, я и я. Я тоже не знаю. Прогулки у тебя есть? Два дня не было. Хотя, ну, жара тут у нас, жара. Днем 42 в тени. Ну, на свежий воздух выпускают? Нет, я же тебе объясняю. Не выпускают. У нас работает два сплита. Мы находимся в прохладном помещении. На улице жара. Ну, им лень, видимо, наш. Вводить, выводить, заводить. Ну, окна хоть открывают? Окна открыли в туалете сегодня. Я тебе рассказывал, как приходила Люба. Ночью иногда открывают, но не всегда. Потому что жара очень такая привычная. Ладно, Антон, давай. Потому что тут народу еще пообщаться на массу. Да, бро, давай. Сейчас будет, смонтируй, смонтируй видео. Давай. Давай, держись там. Понял тебя. Давай.